В республике наложено временное вето на выдачу разрешений на строительство жилья в Казанской агломерации. Туда входят Казань и прилегающие регионы. Пестричинский, Лаишевский, Высокогорский, Верхнеуслонский и Зеленодольский. Однако наиболее проблемными являются Лаишевский узел и Куюки. Соответствующее решение принял Рустам Миниханов. По словам Ильсуры Медшина, мэра города Казань, из-за активного строительства в соседних районах сложился дисбаланс, который приводит к избыточной нагрузке на инфраструктуру столицы Татарстана. Ну вообще, конечно, проблема назрела давно, наверное. То есть пробки, это уже не секрет, наверное, на всех въездах в город. Особенно в пятницу вечер выезд из города. Постоянные пробки. То есть регулировать это нужно. В том числе уж в республике принято было решение и о создании института пространственного планирования РТ, который как раз-таки начал заниматься уже казанской агломерацией. Планируется работа также и над Камской агломерацией, и Альметьевской в рамках деятельности института. Одной из главных причин по заморозке разрешения на стройку стала большая загруженность дорог. Горожане часто сталкиваются с пробками. Особенно это касается центра в час пик. Выезд из города тоже достаточно проблематичен. А наличие новых жилищных комплексов лишь усугубит ситуацию. Не исключено, что вместо многоэтажек примут решение реализовать индивидуальную жилую застройку. Она дает меньшую нагрузку на социальную инфраструктуру и дороги. Помимо проблем с дорожно-транспортными путями казанцы столкнулись с еще одной трудностью. Поселки есть, а школ и больниц нет. Это происходит потому, что дорожная и социальная инфраструктура не успевают за темпами жилищного строительства. Опять-таки это от объема застройки будет зависеть. Можно и ИЖС строить на большей площади и количество жителей примерно сохранится. Тут идея такая, что разрешение выдано на определенные участки, они ограничены. И, соответственно, застройщику выгодно строить на квартирные дома. Построенные уже вряд ли снесут и будут строить ИЖС. А уже на новых. Ну, это просто как элемент сдерживания дальнейшего роста пробок. Отметим, застройщики заверяют, что на их деятельность это решение кардинально не повлияет. Хотя объемы ввода жилья в регионе могут сократиться. Риэлторы не исключают, что это может привести к повышению цены квадратного метра. Однако наличие новых домов не исключает заторы на дорогах. Как отмечают специалисты, для того, чтобы застройка территории могла осуществляться, нужно тщательно разработать дорожный план. Необходимо построить двухуровневые развязки, увеличить площадь дорог. Это все сможет решить сразу несколько проблем. Предотвратить аварийность и сохранить свободное передвижение машин. Комплексно подходить к этому вопросу развития уличной дорожной сети. Понятно, не успевает застройщиками. То есть, ну вот у нас, в принципе, сейчас Горьковское шоссе должно ввестись в эксплуатацию. Расширено до трех полос. Вознесенский трак, дай бог, в этом году сдадут. То есть, это тоже должно повлиять на ситуацию транспортную, да? В лучшую сторону наденемся, да? Напомним, что в 2022 году в Татарстане было введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Это на 2,7% больше, чем годом ранее. Почти 30% всей возводимой площади пришлось на многоквартирные дома. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.